Зачем носить крестик? Ну, скажем так, что крестик, который носит христианин на своей груди, это святыня, освященная молитвой, когда мы просим, чтобы Господь через нательный крест помогал нам в нашей духовной жизни, защищал нас от всяких искушений. И, безусловно, любая святыня, которая обозначает нашу веру, напоминает нам о нашем предназначении, нужна в нашей повседневной духовной жизни. Но, прежде всего, крестик напоминает о том, что мы должны носить не просто крестик, а мы должны носить свой крест. Это самое главное. Потому что мы должны носить крестик, как украшение, но кристалл своего не нести. А Господь сказал, что кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Это очень сильные слова, отвергнусь себя. Как это так? Ну, во-первых, я отвергнусь себя, и что останется? А где буду я тогда? Что будет тогда? Ничего моего нет, что ли? Ну, на самом деле, когда ты понимаешь, насколько ты немощен, сколько у нас всяких страстей, грехов, чистоты в душе, то и это свое, не Божие, а греховное, человеческое, перестаешь ценить. И подобно как человек, который имеет грязную одежду, хочет быстрее ее совлечь, чтобы переодеться, одеть чистую, так и человек, живущий духовной жизнью, видя через свою немощь, кающийся, хочет быстрее совлечь себя, этого ветхого человека, для того, чтобы ничего ветхого не оставалось, а чтобы было только новое. А Господь говорит еще, возьми крест свой, что значит крест, где его взять? Для этого не надо никуда ехать, ничего особенного делать, каждому человеку Господь дает свой необходимый крест для спасения. Кому что? Кому ответственную работу, кому бедность, кому многодетность, кому бездетность, кому скорби, кому болезни, кому какие-то испытания, которые нужно преодолеть. Каждому свое. Но если крест, который дает Господь, не нести, не взять его, а пытаются жить полегче, то опять останется одно свое, опять Божьего ничего не будет, опять будет все ветхое, греховное и нечистое. Никакой свободы, и с крестом мы не пойдем. А взять крест, значит, понести его со смирением и ради Христа, и со Христом. Если мы несем крест свой, переживаем, скорбим, болеем, но без Христа, тогда нас крест разрушает, разрушается вся наша жизнь от тех скорбей, которые мы переносим. Но если мы со Христом несем свой крест, то в таком случае крест становится лестницей к небу. Мы помощью креста можем приобщиться к плодам спасительного искупления Господа Иисуса Христа. С помощью своего креста мы сможем приблизиться к небу, мы можем иметь дерзновение следовать за Христом. И следование за Христом на самом деле бывает и трудным, особенно в самом начале, но бывает и чаще всего радостным и утешительным, несмотря на крест. Господь сказал, что придите ко мне все трудающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое и научитесь от меня, потому что кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко есть. Есть. Субтитры подогнал «Симон»